Вааа, ни хрена себе! О, спасибо! Ха-ха, капздец! Туалетный ОМОН прибыл! Скибеди Боб-Боб ЕС ЕС, а меня всё ещё зовут Павел Князич, а это Скибеди Туалет. Интересный феномен, возникший на просторах интернета. Давно уже такого не было, чтобы какой-то мем так стрелял. Но Скибеди Туалет это не обычный мем, а самый настоящий вирус, захватывающий всё на своём пути. Не веришь? Посмотри видео со Скибеди Туалетом. Это реально выглядит не как какой-то прикол, а полноценный сериал жанра боевик или даже фильма катастрофы. И поначалу реально воспринимается это как какой-то прикол, мем или рофл. Но потом, когда ты начинаешь смотреть всё больше и больше серий, убеждаешься с каждым разом, что это никакой не прикол. И это не просто какой-то мужик из унитаза, который поёт Скибеди Боб-Боб ЕС ЕС. Это самая настоящая угроза всему человечеству, о которой пытается предупредить автор. Скибеди Боб это существо, которое размножается и пытается усовершенствоваться, дабы противостоять всему человечеству, которое в свою очередь тоже пытается усовершенствоваться и противостоять уже вторжению мужиков из унитазов. Мы уже давно убедились то, что Скибеди Боб это вирусный персонаж, который становится всё популярнее и популярнее с каждым днём. Но является ли он единственным персонажем в своём мире? Или существует аж несколько видов Скибеди Боба? Как мы выясняем из коротких роликов автора Дафакбум, существует реально множество видов мужиков из унитазов. Причём это не просто разные туалетные бошки, у каждого из них есть своя уникальная способность. Ну или хотя бы то, что отличает их от остальных. И автор, судя по всему, не собирается заканчивать свой Скибеди сериал своей туалетной историей. А значит будут новые серии. А значит будут всё новые повороты, развороты сюжета. Следовательно, появятся и новые виды Скибеди туалетов. На данный момент известны лишь только те, которые были известны на момент съёмки этого ролика. Интересно, где они берут все эти аксессуары и оружие для борьбы с человечеством? Наверняка, если бы была игра про Скибеди туалет, а я даже не удивлюсь, что она в ближайшее время появится, то, возможно, они бы затаривались на фанплей. Где ты прямо сейчас, не ожидая выхода какой-нибудь новой игры, можешь купить любую вещь, игровую валюту, аккаунты и ключи совершенно по низкой цене в своей любимой игре. Там продавцы такие же игроки, ты также можешь там продавать любую свою игровую вещь, валюту, аккаунт, ключи и так далее. И на этом немножечко подзаработать. И купить, допустим, ещё робуксов в Роблоксе или что-нибудь в Бравл Старс, ну и так далее. Ссылка, если что, в описании. Продавец получает деньги только тогда, когда ты получаешь свой товар. Всё максимально честно. И ещё раз повторяю, ссылка в описании и в закреплённом комментарии. Поскольку автор ещё не знал, что его видео с мужиком из унитаза будут набирать такую сумасшедшую популярность, он сделал обычный прикол со Скибиди Бобом. Скибиди Туалет, так называемый, появился позже, когда уже он был известен как Скибиди Туалет. Ну а до этого был просто Скибиди Боб. А кто же такой Скибиди Боб? Неужели это какой-то отдельный персонаж? Которого проработил Скибиди Туалет. Сложно, конечно, всё это звучит, но естественно, Скибиди Боб это никакой не отдельный персонаж, а тренд. И поэтому давай-ка сначала выясним, а что же это ядрить-то и налево за твари такие? Откуда они появились? Скибиди Туалет имеет свои глубокие корни. Они начали прорастать ещё с конца предыдущего года. Именно в это время вирусился ролик с турецким блогером, где он танцевал своим животиком как раз-таки под ту самую музыку Скибиди Боб Ес Ес. Но только она звучала вообще по-другому. Толстячок получил свою популярность, ну а его песенка начала шагать по ремиксам. И самый популярный ремикс, естественно, это с Блуди Мари от Леди Гаги. Я думаю, шо его уже слышали все, и я даже его добавил к себе в музыку. Настолько мне этот ремикс понравился. Очень позитивный и поднимает настроение, как в принципе и сам Толстячок, который создал оригинал этой песни. Но как по мне, ремикс звучит как-то покруче. Но музыка всё равно звучит как-то по-другому, не как в Скибиди Туалете. А дело в том, что этот легендарный Скибиди Боб Боб Ес Ес наложили на другую музыку. Ну на ту самую, которая была также из популярного мема, который тоже был недавно, в начале этого года, где «Excuse me, bro», а тот поворачивается «Я тебе не бро». Ну в общем, тоже был популярный мем. И тут просто случился бум. Один популярный мем, соединили с другим популярным мемом, наложили это всё на третий популярный мем, и создали по этому всему анимацию, причём самую наркоманскую. И как после этого мне ходить на горшок? Пов, ты собрался в туалет. В общественный. Ну короче, вышло как-то так. С какой температурой я-то приснилась автору, ну не знаю, идея очень крутая. Причём эти туалетные мужики имеют схожую внешность с теми персонажами, которых мы видели в подобных анимациях. Да тут прям одинаковые лица, ну вроде с тем персом из «Драгой, где ты был». Можно сказать, что всё это одно и то же, только разные вселенные. Ну и какие же у нас есть виды этих скибиди-туалетов? Первый вид скибиди-туалетов — это обычный. Скибиди-туалет обычный. Это обычный унитаз или писсуар человеческого размера, откуда и вылезает башка. К слову, это самый распространённый вид, и их очень много. Видимо, их размер компенсируется их количеством, и они не раз будут мелькать ещё в роликах скибиди-туалетов. Но тут же появляется и второй вид, причём сразу же. В самых первых коротких роликах мы видим большого скибиди-туалетов. Он не просто здоровый, он буквально в несколько этажей. У него уже голос совершенно другой, как и полагается гиганту. Ну и в целом он имеет всё ту же способность, что и мелкие, просто он большой. А способность у них такая — кусать. Ну или я так понял, они отгрызывают бошки, поскольку кончаются всегда эти видео тем, что на тебя летит мужик из унитаза. Прям к тебе в рыло. Позже выясняется, что эти туалетные мужики, вне зависимости от их размера, умеют летать. И скорее всего, это уже другой вид скибиди-туалетов. Те, которые реально умеют летать, а также выпускать из своих ртов более мелких летающих приспешников. Я говорю об этом не просто так. Ведь до этого скибиди-туалеты не могли летать. И уж тем более большие их копии не могли из своих ртов кого-то выпускать. Но все они чем-то похожи. Лица у них примерно одинаковые, разных возрастов. Кто-то лысый, кто-то с бородой. Но все они, в принципе, более-менее одинаковые. Но тут появляется огромный чувак, вообще с непохожим рылом. Ну то есть форма лица у него вообще другая. А позже выясняется, что этот чувыр вообще умеет стрелять лазером из глаз. Вот это нихрена себе туалетные мужики. То есть серьезно, у них есть такие способности. Они не просто могут летать и выпускать своих отпрысков из своих ртов. Некоторые из них также могут стрелять лазером. Что уже может свидетельствовать о мощи скибиди-туалетов. Вот тогда-то человечество проснулось и начало сопротивляться. Они поняли, если они будут лично драться с этими существами, то определенно проиграют. Значит нужно создавать роботов. С камерами вместо голов. Однако, судя по всему, человечество давно уже проиграло. Ведь у них появился целый культ. Даже целый священник есть. Причем этот здоровый скибиди-туалет ведет себя намного агрессивнее своих других больших сородичей. Он прям съедает. Сразу же. Не дожидаясь, пока он допоет. Возможно, реально это какой-то другой отдельный вид. Или подвид. Больших скибиди-туалетов. А тем временем человечество все более и более усовершенствуется. И создает ходячие пушки. Как мы видим, постепенно технологии людей начинают превосходить. Технологии скибиди-туалетов. Однако у них у всех есть одна слабость. Не обязательно для этого создавать целые ходячие пушки. Хотя, видимо, обязательно. Но, как оказалось, этих скибиди-туалетов можно просто смыть. Их слабость содержится в их же строении тела. Реально, просто нажми на спуск. Но, возможно, это сложно сделать с учетом того, что они вытягивают свои головы и все. Тут уж как тебе повезет. Ты нажал на спусковой крючок и смыл своего врага в унитаз. Или же ты не успел и тебе откусили башку. Но наши скибидисты тоже не стоят на месте и делают свой прогресс. Неожиданно у них появляется целый танк или бульдозер. Что это? Непонятно. В общем, это целая военная машина, которая несется на тебя с очень огромной скоростью. Она вся обклеена металлом, башка в каске. И хрен пойми, где у него спусковой крючок. И поэтому этот персонаж, или же вид, можно считать в принципе непобедимым. Он просто весь в броне. И причем ему даже похороны своих. Он готов снести и свою армию, но при этом он снесет и тебя. Причем ему абсолютно все равно, насколько сильны его противники. Он на тебя прет как танк. А исходя из того, что у него и ускорители есть, ракетные, блин, реактивные, он умеет летать. И причем он самый быстрый. Поэтому в принципе его можно назвать самым мощным. Но видимо на одного только такого здорового бугая ушли все ресурсы, силы, энергии и технологии. Но нужно им как-то двигаться дальше, чтобы противостоять людям. Каждый же из них не может вдруг взять и обрести суперскорость. Как допустим это произошло с туалетным танком. И они нашли выход из этого вопроса. Скибедисты сделали пауков. Реально пауков. И они не просто теперь быстрые. Они могут лазать по зданиям. И также у них переделаны пушки. Однако и люди на месте тоже не стояли. И создали огромного робота. И вот он-то и этих пауков начал давить как букашек. Однако против мощи военного скибедитуалета он пока не способен противостоять. Но это далеко не единственный мощный мужик из туалета. Есть еще один скибедитуалет. И это тоже как бы паучок. Но на этот раз у него несколько бошек из одного унитаза. Как так? Они что, еще могут эмутировать? Или их прогресс дошел до того, что они могут объединяться в одно тело? И тогда, когда мы избавляемся от одной башки, другая башка нас съедает. Хотя, если честно, я не вижу никаких проблем смыть все эти бошки с помощью одного спускового крючка. Ведь вроде как у них один унитаз на все бошки. Я бы понял, если бы было несколько унитазов, объединенных в один. И было бы несколько спусковых крючков. Вот тогда бы этот МВИД был бы непобедим. Ну а пока из самых мощных можно выделить вот этот танк, боевой скибедитуалет, и лазерный. Ну во-первых, потому что у него лазеры. А во-вторых, его даже пытались смыть. И им этого не удалось. А в-третьих, он их предводитель. Это и так понятно по роликам. Он постоянно произносит какую-то пламенную речь. Везде появляется, где есть его приспешники. И они везде его сопровождают. Ну и проводитель, в принципе, должен по факту быть сильнее своих приспешников. Есть еще один вид скибедитуалетов. Маленький, но зараза мощный. Его сила заключается в том, что он может контролировать роботов. Для этого ему нужно только поместиться им на бошку. И все, твоя армия настроена против тебя. В этой же сцене мы видим, кстати, и ученого скибедитуалетов, который создает все это. Тоже как отдельный вид пойдет, потому что другие уже ничего изобретать не могут. Ну а какой вид скибедитуалетов тебе больше всего понравился? Кого я не назвал? Кто появился новый? Напиши об этом в комментариях. Возможно, я сделаю даже вторую часть. Ну и не забудь скибедебопнуть на мой канал. Нажать на ес-ес колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. Ну и также подпишись на мой телеграм-канал, на мою группу в ВКонтакте и на мой Яндекс Дзен. Все ссылки в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им со своими друзьями и у себя на странице. И не забудь оставить любой комментарий под этим видео. Всем пока, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok